От подвала до кровли сотня проблем. Многоквартирный дом в центре города, но не в центре внимания. Десантура. Это с неба в бой крылатые гвардейцы. 31-й бригады празднуют сразу два юбилея. Пусть добрым словом полнится эфир. Сегодня, 7 мая, страна отмечает День радио. Ульяновскому 75. Субботник прошел в Ульяновске в минувшие выходные. Порядок на улицах, в парках и дворах наводили тысячи человек. На минаево появилось и изгрыть из 200 саженцев крупнолистного барбариса. В планах вообще отработать, конечно, все улицы города. В первую очередь, сейчас будем центральные, так называемые въездные ворота. Это Московское шоссе, Демитровградское шоссе, проспект Нариманово, проспект Гая. По всем этим, ну, основным нашим улицам планируется приведение в порядок полностью всей придорожной полосы. Все-таки это лицо города. Всего в планах городского центра по благоустройству высадить одну тысячу деревьев и две тысячи кустарников. Это тополь, сирень, барбариса и другие многолетние растения. Мы 100% буквально там считанными днями с вами утвердим большую комплексную программу. Она называется современная городская зеленая среда. В 21-м году мы должны вместо 100-150 миллионов рублей тратить полмиллиарда рублей. Тогда у нас будет современный. Мы снимем этот весь уже мертвый грунт. Мертвый, однозначно. Привезем нормальный хороший чернозем, привезем хорошие многолетние цветы, растения. Месячник по благоустройству в регионе продлится до 1 июня. А 18 мая в области единый день чистоты и порядка. Крыша протекла, проводку замкнула. Жители дома номер 11 по улице Гагарина месяц жили без электричества и подавали сигналы СОС. Но, к сожалению, на помощь к ним никто не стремился. Подробности у нашего корреспондента. Проблемы дома начинаются уже на входе. Домофон выдает мифические цифры и не хочет впускать гостей. Нажимаю на 3, получается 7. Скидывается все сразу, позвонить невозможно. Но это мелочь, говорят жильцы дома. Есть проблемы покрупнее. Мария Петрова, например, уже несколько месяцев живет во влажном климате. Крыша протекла, проводку замкнула. Целый месяц в квартире не было света вообще. Я бы вынуждена была съехать. Я сняла квартиру, живу в соседнем доме. Потому что жить там невозможно. Дышать в квартире Марии сейчас невозможно. Воздух тяжелый и сырой. Пока хозяйка отсутствовала в доме, появились новые жильцы. Сороконожка, например, облюбовала ванную. Подобные картины у соседей. Отлетают обои из натяжных потолков. Воду сливают литрами. Сгнило у нас, полностью сгнило. Я вот сама лазила на крышу, смотрела. Там рубероид у нас в ужасном состоянии. Рубероидная крыша. Срок действия этой крыши 10 лет, но уже прошло 17. Второй срок уже как бы дорабатываем. Они как-то вот латали нам, а латать бесполезно. Вот после латания еще хуже потекло. На другой площадке. У меня в стене теча пошла. И замкнула. В стене проводка замыкать начало прямо на глазах. Пришлось лично самому отсоединять провода, чтобы не загорелась квартира. Квартира маленький ребёнок. Ожидать, когда кто-то там придет и что-то сделает, бесполезно. Потому что я позвонил в управляющую компанию, говорю, у меня течет крыша. Они мне смеются, и что мы можем сделать. Похоже, управляющая компания Ленинского района и правда уже не до текущих крыш. По информации заместителя начальника управления ЖКХ городской администрации, организация на грани банкротства. И сейчас на 5 месяцев введена процедура наблюдения над компанией. Выигранный суд и множество бумаг. С обещаниями от протечек жители не спасают. В администрации города предлагают два выхода. Открыть спецсчёт и увеличить тариф. Или перенести срок капитального ремонта с помощью заключения специальной комиссии. То есть жители заказывают экспертизу специализированной организации. Направляют, собирают весь комплект документов вместе с протоколом общего собрания. И направляют фонд к региональному оператору. Комиссия рассматривает это и принимает решение о переносе сроков. Если ждать в своей очереди капитального ремонта, то дойдет оно только в 2033 году. Ее в любимом влажном климате не дождутся даже сороконожки. Они живут 7 лет. Любовь Фомичева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Гламурный грабитель, неравнодушный к хорошей парфюмерии и модной одежде, задержанном в Заволжском районе. Им оказался ранее судимый 40-летний неработающий ульяновец. На картинке с камеры слежения видно, как он аккуратно складывает вещи в рюкзак. По информации представителей администрации двух бутиков, похищена продукция на общую сумму 15500 рублей. Предполагаемый злоумышленник пояснил, что, находясь в магазинах, взял со стеллажей одежду и парфюмерию, которую впоследствии продал по более низким ценам, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время по фактам хищения проводится проверка. Подразделение с богатой историей. 31-я бригада ВДВ в минувшие выходные отметила сразу две памятные даты. Это 20-летие со дня основания бригады и четверть века со дня вывода 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из республики Азербайджан. Подробнее Артем Петров. На плацу бригады выстроились сотни бойцов. Еще несколько десятков летят к цели. Под крылом самолета виднеется пункт назначения. А перед парашютистами стоит сверхсложная задача – приземлиться прямо перед зрителями. Трудностей добавляют порывы ветра. Приходится выполнять маневры, кружить вокруг своей оси. Каждый из них приземляется в строго заданной точке. Показательные выступления не только в небе, но и на земле. Бойцы проходят через горящие препятствия, демонстрируют огневую и физическую подготовку, а после штурмуют условного противника. Профессионализм и высоковыучка военнослужащих бригады позволили с достоинством выполнять все боевые задачи в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Абхазии и возвращение Крыма в состав Российской Федерации. История 31-й бригады началась еще во времена Великой Отечественной войны. В 1945-м была сформирована 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. После распада Советского Союза ее передислоцировали на Ульяновскую землю. А в 1998-м подразделение реорганизовали в 31-ю бригаду ВДВ. Но как бы ни называлось прославленное соединение, оно всегда оставалось и будет оставаться достойными славы воинов предшествующих поколений, храняя и примножая их боевые традиции. Профессионализм и заслуги бойцов бригады оценены на самом высоком уровне. По распоряжению президента России медалью Жукова за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга награжден Азатыш Мухаммедов. Везде, где идут конфликты, там есть и ранения, и жертвы. Так как я являюсь анестезиологом-реаниматологом, то приходится участвовать во всяких родах операциях и оказывать медицинскую помощь. Служить в составе 31-й бригады ВДВ почетно. Подразделение элитное, а личный состав укомплектован и подготовлен на все 100%. Ко мне приходят письма с Дальнего Востока, с западной части России, чтобы мы приняли их к себе на службу. Мы не отказываем в этом, мы проводим различные контрольные занятия, тестирования. 31-я бригада укомплектована новейшим вооружением и техникой. Подразделение – одно из лучших в России. Тому в доказательство итоги боевой подготовки среди соединений воздушно-десантных войск в 2017 году. Тогда ульяновская бригада заняла первое место в нашей стране. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Сегодня в Ульяновской области стартовал автопробег «Дороги героев». Его участниками стали представители военно-исторического общества, казачества и юноармейцы. Им предстоит преодолеть более 1200 километров. Акция разбита на шесть маршрутов. Они проходят через населенные пункты, где захоронены герои Советского Союза. Долго готовились к этому мероприятию. Это будет ежегодная теперь акция. Мы расширим географию. То есть, если сегодня мы говорим про героев Великой Отечественной войны, то следующими будут уже полные кавалеры Ордена Славы к ним присоединяться. И потом мы, наверное, будем уже внимание уделять всем участникам Великой Отечественной войны. Несмотря на дождь, старт был дан сегодня ровно в 9 утра с площади столетия со дня рождения Ленина. В ходе автопробега планируется возложить цветы к памятникам героям Великой Отечественной. 123 года назад, 7 мая 1895-го, Александр Попов в Санкт-Петербурге представил беспроводную приемно-передающую радиосистему, которая позволяла обмениваться информацией на расстоянии. И этот момент в нашей стране принято считать точкой отсчета развития радиовещания. В Ульяновской области свое радио появилось в далеком 1943-м. В радиоприемнике звучат позывные, знакомые многим с детства. В студии зажигается табло «Миг Лайф» и... Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник, 7 мая. Местное время 7 часов. Именно с этих слов у многих начинается день. А звучат они изначально, именно в этой студии. И так уже 75 лет. В этом году радио «Россия Ульяновска» отметила свой юбилей. Все эти годы здесь не прекращалась работа ради слушателей, чтобы они получали самую актуальную информацию, пищу для ума и для души. Любимых тем нету. Темы все любимые, потому что мы знаем, что нас слушают наши преданные радиослушатели. И мы делаем новости для них. Поэтому нет любимых. Все новости любимые. Так же, как и работа. С радио начинается, можно сказать, рабочий, да и не рабочий день нашей аудитории. И это большая ответственность и большое удовольствие. Радио – это вообще как бы легенда. Радио жило, радио живет. И радио будет жить. А живет оно благодаря тем людям, которые готовы отдавать себя любимому делу. Вот качества, которыми должен обладать человек, который мечтает стать радиоведущим или радиожурналистом, по мнению одного из корифеев этого дела. Любопытный, любопытствующий, целеустремленный и с большим чувством ответственности перед радиослушателями. Это надо быть личностью, чтобы приковать к себе внимание, скажем, сотен тысяч, а то миллионов людей. Это не каждый журналист сможет. А еще в скором времени на радио зазвучат любимые программы «Новости и музыка» в новом качестве – в цифровом. Качество вещания цифрового формата намного выше, чем аналогово. Более того, охват области будет через спутниковые цифровые форматы гораздо шире. Но самое главное – это именно качество звучания радио. Мы поздравляем наших коллег по холдингу ГТРК «Волга» и желаем стабильного сигнала без помех и всегда быть на волне 89,6 FM. Антон Никитин, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. В парке Прибрежный в Новом городе регулярно проходят занятия фитнесом. А также идет подготовка к сдаче норм ГТО. Дирекция парка заключила соглашение с тремя фитнес-клубами Ульяновска. Для нас это очень актуально, так как парк у нас сейчас в современном формате становится для всех возрастов, для всех категорий жителей нашего заводского района и города Ульяновска. Цель этого мероприятия, конечно, это здоровый образ жизни. И немаловажный вопрос – это приучение населения к выполнению норм ГТО. ГТО – это приседания, отжимания, бег, упражнения на мышцы, живота, пресс. А фитнес – это больше танцевальное движение? Да, больше танцевальное. Тренировки под открытым небом бесплатные. С детской игровой площадки по соседству сразу начинают подтягиваться мамы с детьми. И танцевальные силовые упражнения по душе и маленьким, и взрослым. Проходили с ребенком, гуляли и решили участвовать в этой замечательной программе. Все-таки это наше здоровье. Солнышко, погода весенняя, настроение улучшилось сразу. Меня заинтересовала эта идея. И тоже хочу подготовиться, сдать нормативы ГТО и получить значок. Занятия фитнесом на свежем воздухе проходят здесь каждое воскресенье в 11 часов. Присоединиться может любой, кто хочет стать стройным и здоровым. И на этом эфир программы «Вести Ульяновск» подошел к концу. А я желаю вам приятного вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok